Вот сейчас выезжаю. Конечно, они тут наворотили, блин, как надо. Бетона зашуровали, блин, наделали тут стадион. Ну, я думаю, что это все бесполезно. Вот стоит все бесполезно. Ну, хотя вот занимаются какие-то там местные клубы, футбольные. В общем, выехал я сейчас на М4. Уже идет трасса. Ну, ветер как бы присутствует. Витер дует нормальное. Пансионаты, пансионаты. И все, наверное, частное. Приобретенное. Все, что Советским Союзом строилось, в одночасти стало частным. Как и все. И заводы, и пароходы, блин. Причем сейчас доеду до этого Акера, блин. Это, в принципе, тут недалеко. Сколько? Километров 12. Выражу ихнюю Атрахому. Буду двигать обратно. Акератор. 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 Пальмы, пальмы, пальмы. Кокос уже все поели, наверное. Вообще, конечно, хочу зайти сейчас в магазин, либо сотовой связи. Наверное, какую-нибудь приблуду себе прикупить, чтобы камеру, телефон не держать в руках. Чтобы уже на стекло было пришлепать ее. Еще хочу показать вам, как раз я просто ночью ехал, его практически видно не было. Хочу снять вам Сочинский перевал. Гаичники стоят. Скажут, вообще фигел едет. По телефону все снимает. Сереге, наверное, воды не получится набрать, потому что идет, шел дождь, вода грязная, мутная. Я ему лучше посоветую, наверное, с лужи набрать, будет чище. С лужи набрать, и пусть ее подсолит, и нормально будет. Вон стоят двое из ларца одинаковые с лицами. Спинами повернулись. Но сейчас у них, наверное, не сезон заработка. Сейчас у них, наверное, время такое трудное. Трудное. Ну, как у всех, у дальнобойщиков трудное же время. Январь, февраль, загрузок нет. И у них печаль. Тоже приезжих нет. Приходится ребятам не сладко жить на дни зарплаты. Ну, ничего, пускай пару месяцев потерпят. Месяца три. И жизнь у них наладится. Да, да, грязная вода. Вообще, что-то идут. Мост реконструируют. Ну, а теперь что? Теперь Сочи отстроили. А теперь это все содержание будет стоить просто миллиарды, триллиарды рублей. Ну, ничего, я думаю, россияне, Медведев же как сказал, денег нет, но вы держитесь. А теперь это все надо будет содержать. Соответственно, половина вкладывать в город, половина себе в карман. Все как везде, все как всегда. Надо же ремонты делать в своих виллах, дачах. Яхты надо свои от мха очищать на весну. О, еще байкеры ездят на мотоциклах. Причал какой-то. Лодочная станция, причал какой-то убогий, весь грязный, блин. Все разбросанное. В общем, я думаю, иностранцы были, наверное, в восторге, да? Как быстро и красиво наводится марафет. Главное было глаза за мозоли. Я вот, дело все в том, что в прошлом году, конечно, надо было мне немножко пораньше заняться съемками своих поездок. в прошлом году я в Сочи, то есть получается, в Красную Поляну, то есть где-то горнолыжный курорт. У меня был заказ, это был вообще такой цирк. В общем, я ехал с прицепом, и люди на Новый год себе заказали оленей. В общем, я этих оленей вез с Брянска. То есть там в питомнике есть какой-то, ну, в Брянске есть какой-то, то ли питомник там частный. В общем, я загрузил двух оленей. Это был цирк. Я за ними сначала полтора часа гонялся, потому что они дикие. И когда я приехал, люди, которые там держат их, говорят, ну, а мы ничего не можем сделать, вы не можете их поймать. Ну, а что взять этот заказ, я как бы, я же говорю, полтора часа за ними там манялся, накинул на них лассо. Если бы увидели мои друзья с Якутии, они бы, наверное, долго и смеялись. Ну, тем не менее, поймал я этого одного оленя, он был крупный, а другой помельче. Видать, самка была, а тот с рогами. Ну, вот. В общем, сделал я ящик. Хорошо инструмент был. Пилы. В общем, пилили, строгали. Собрал я ящик. То есть мы этого оленя затянули в ящик. Он настолько был дикий. То есть я там и веревки натягивал, чтобы он перепрыгивал. А он перепрыгивал через них. То есть у него не было возможности поймать в вольере. А вольер такой был где-то, может быть, 50 на 50. А эти товарищи, которые заказали оленя на Красную Поляну, они говорят, это ребята для детишек заказали. В общем, за каждого оленя заплатили 250 тысяч. А я говорю, а что с этими оленями будет после Нового Года? Они говорят, да ничего страшного. Мы просто, говорит, откроем этот вольер. И все, и пусть они тут бегают по горам. Я думаю, вот это класс. Так что тут, наверное, носятся где-то по горам еще олени, которых я привозил. А может, они специально так сказали. Ну, я не думаю, конечно, чтобы на шашлыки пустили. Ну, как бы полмиллиона просто отдали за оленей, чтобы дети на них посмотрели на Новый Год. Я думаю, тоже нормально. Вот я уже подъезжаю к Аглеру. В общем, я видел такую картину в прошлом году. Какой-то тигр на фуре. Заехал вот в эту стену. И метров, наверное, 20 снес этого сайдинга. Тоже было нормальное зрелище. Да, говорит, Аглер, это, это, говорит, Сочи. Аглер, это Сочи, понимаешь? Сочи, это Аглер. Ой, блин, вот такая, ребята, у нас жизнь, блин. Везде нас швыряют, везде обувают, блин. А потом еще, знаешь, рассказывают. Вы, самое главное, будьте самозанятыми. И оплачивайте налоги. А что вы нам дали, чтобы мы вам платили? Вы нам создали условия для работы? Я еще немножко захватил советских времен и ходил в завод, когда в училище учился, на практику. Бесплатная столовая по талончикам. Вот она, Аглер. Самое главное, интересное, что предусмотрены вот в этом всем деле, санузлы. Вот человек едет, я представляю, ладно, едут взрослые люди, да? А когда едут дети? Где человек восстановиться, встать на стоянке, да, чтобы спокойно сходить, можно сказать, в туалет? Или идти ломиться в какое-нибудь здание? Ну, это тоже бред. Самое главное, инфраструктуру сделали, а вот о человеческой нужде не подумали. Везде стоят шлагбаумы. Вот где встать? Встать негде. Вот просто машину остановить, все. Либо автобусная остановка, либо шлагбаум, либо въезд во двор, все. Все. Что хочешь, то и делай. Класс. Ну, я думаю, памперсы помогут. Через три километра сверните на съезд направо. Да, Россия, Россия. Страна непуганных лохов. Корона, да? Отлично. И камыш растет. Нормально. Субтитры работал DimaTorzok Диана. Три километра, жаров-ка, жаров-ка. Ось, است camини, ЭТ götunu не настраиваю. ЭТО. Обладание. Ну, я думаю, пусть. Три километра, Выгрузил я это мясо, сейчас буду собираться, лыжи собирать, надо пособирать и стяжки все, и двигать в сторону дома, в общем выгрузил я эту судорогу, маляры в шоке, то есть эти ребята собираются эту машину восстанавливать, я вообще не знаю, что там можно восстанавливать, я сам в свое время занимался машинами, то есть реальное мясо, оно как бы там полностью, если снизу смотреть, там нища пошло, в общем ценник этой машины я смотрел, то есть целая машина, девятый год, у нее цена где-то в районе 370 тысяч, это просят, то есть а так можно там 340 ее взять, то есть ну я думаю местные, местные маляры в ужасе, то есть ребята походу вляпались с этим вариантом, то есть это как бы особо не вариант по поводу этой машины, но у меня разницы нету, мне оплатили, да и все, что я там с ней буду дальше делать, это их нереальные жизненные трудности. Вот, все потихонечку, сейчас еще может загрузки гляну какие-то, потихонечку надо выгребать и двигаться домой, хватит. Тем более меня там на рыбалку вроде как приглашают, вроде как есть там у меня рыбак один. Так что ребята, вот такое кино, сейчас еще мне по перевалу скакать, солярки это дешевый купил, я взял солярки дизеля по 35 рублей в Адыгее и купил. Вот, то есть я почему и говорил по поводу китайцев, то есть машина просто неприхотливая, то есть ездит вообще там на, можно сказать, воды набери с лужи, она поедет и будет ездить нормально, проблем нету. Вот, самое главное, чтобы газолин не попадался и все, а так соляра любая идет. Чтобы меньше газолина было и солярка есть, вот там в Владимирской области часто там продают газовый конденсат. Вот я один раз залил этого газового конденсата, то есть была у меня истерика, я ехал зимой и у меня получается, смотрю, то есть машина едет, все тянет, все нормально, но я вышел на улицу, слышу запах газа стоит, начал смотреть, а у меня получается трубки вот эти вот идут, хорошо, что они стояли авиационные, то есть я поставил все трубки авиационные, ну, с резиновой шланги, вот, и вот, наверное, благодаря им, смотрю, начал потихонечку с этих трубок, ну, они начали мокреть, то есть, соответственно, если начали мокреть, значит, их начало разжирать и, соответственно, где-то воздух начнет подсасывать и все, и тазик станет, вот, ну, обрезал чуть покороче, сделал, то, что я вот предыдущее там видео тоже смотрел, наблюдал, там ребята обрезают, ставят, например, шланги на машину и обрезают, вот самое не хочу, я так никогда не делаю, я всегда оставляю какой-то запас, чтобы в любой момент, если трубка лопнула, треснула, чтобы можно было край трубки обрезать и хомутом перезатянуть, ну, это, по крайней мере, у меня такое, может, что-то делает там что-то по-другому, в общем, двигаю сейчас, выезжаю сейчас, еду сейчас по Адлеру, сейчас с Адлера выскакиваю, и когда пойду по перевалу, тогда уже вам видео сниму, потихоньку надо двигать в сторону дома.